Продолжение следует... 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 Можно привести денежки. Также в рамках проекта мы планируем участие в уже имеющихся мероприятиях. Дни доллара, дни врача с презентацией о нашем проекте. Мы планируем создать возможную имиджевую продукцию проекта, чтобы информация распространялась более успешно. Уже сейчас, благодаря только сети ВКонтакте, у нас есть участники из стран ближних из рубежи и даже из Соединенных Штатов Америки. Сделать такой проект, я думаю, что мы сможем привлечь, если сейчас у нас 5500 человек за год, то мы сможем привлечь не менее 30 тысяч людей к этому проекту до конца года. Мне бы очень хотелось, чтобы этот социальный проект, действительно социальный полный из этого слова, проект, который дарит людям жизнь, был поддержан. Мы сейчас ведем работу и ведем работу на вытворительных началах только за счет своих личных ресурсов. Мы очень надеемся на вашу помощь, на вашу поддержку нашего проекта. Если я буду что-то сказать, если у вас есть какие-то вопросы, то прощу комментарии и предложения. Да. Что мешает на вашем ресурсе зарегистрироваться злоумышленников? Злоумышленников, в смысле? Я поставлю телефон, который вы за минуту разговора или за одну из совместных братьев. Здесь есть такая вкладочка, внимание, что вы стать жертвой машин, не используете для связи мобильный телефон. Специально к этому призываем, в дальнейшем при клике на... Нет, назад, пожалуйста. При клике на это окошечко выходит список черных телефонов, так называемых мошенников. Насколько мне известно, на данный момент в России дела обстоят так, что сотовые телефоны наиболее маниквабельные средства. Тем не менее, у нас есть специальная форма связи, в которой вам призывается как раз связываться именно через контакт. Есть образец сообщения, как необходимо правильно отписать, чтобы избежать этих случаях. Прошу, не звоните. Не нужно, пожалуйста. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, как происходит после того, как найдете донора, как происходит с ним связь? То есть надо каждому написать профессионально? Да. В этом на самом деле плюс большой, потому что находя донора вот таким вот образом, вы находите сразу в онлайне, сразу с ним списываете, говорите, когда и куда ему необходимо приехать. Делая это другими способами, через знакомых, вывешивая сообщения и ожидая по себе. Я не знаю, что это сообщение сразу в сомнении. У нас была такая мысль сделать так, но подумали, что это будет восприниматься как спал. Да. Так же у нас, сейчас секундочку, я заметила вашу руку, хотели сделать еще список почетных доноров, те, которые уже, наверное, провели, которые неоднократно сдавали кровь, и делали какой-то топ доноров, который был в почетных, которые уже подтвердили. Они действительно настоящие люди, которые же не одному человеку поддерживают. А так же, как я сказала, про инкубационный период. Кто-то может быть не знает, но кровь можно сдавать не более 4-5 раз в год. Тем самым человеку лично поменится, он может отметить период, с которым он сможет снова сдавать кровь. Он будет выходить в поиск, но будет затемлен немножечко. То есть, например, у него этот инкубационный период закончится через 2 дня, а кровь нужна там через 3 дня. И даже если он сейчас не может делать, то его будет заметно уже. То есть, можно будет ему все равно написать и связаться. Давай, пожалуйста, ваши вопросы. А как будет решаться проблема в совместении с сетей? Ну, например, я дошел к человеку, который там есть в 3 минуты. А у вас нет в Минсбуке? Ну, или. Я человек, который есть в контакте, но который у меня есть в моей руке. Я вижу человека, который есть в моей руке, но я не могу на все это же общение вести, потому что просто могу пользоваться для разных сетей. То есть, я понимаю, что это хорошая вещь. Когда с собой много сетей разное, но как они будут совмещаться между собой? Да, я скажу, мы тоже столкнулись с этой проблемой, долго ее обсуждали. Сколько мы будем сделать такую совместимость, ну, просто невозможно, что можно было взять в Восконтакте и написать в Фейсбуке, например, да? Мы хотим решить этот вопрос количеством народа. То есть, если сейчас уже у нас более 5,5 тысяч человек, и хоть ВКонтакте, молодежь России все-таки побольше сейчас превалирует, присутствует. Именно поэтому мы делаем много ссылок. Не только ВКонтакте, Фейсбуке, например, а еще и на базу, и еще и на руке. Думали сделать так, чтобы можно было отправиться именно на e-mail, чтобы она оставляла только e-mail. Вот такой вот, такая ситуация, такой вот опушечка, оно решит, может быть, эту проблему. Пока еще не успели это сделать, это работать, но, в принципе, вот решение вашего вопроса было таковым, что можно было написать на e-mail. Просто на e-mail человек заходит реже, чем ВКонтакте, в Фейсбуке, молодежь. Да, понятно. Я понимаю, что это как раз то, что люди пошли в социальные сети, но социальные сети это самое интересное, что это неизвестимое. Да, да. Ну, поэтому мы предложили пока начать выход только писать на e-mail, на почте. Если у вас есть предложение более дельное, какой-то ток, он выздоровел. Спасибо за вопрос. Слушаю. А, такой вопрос. Поскольку все-таки это медицинская тема, да, и в этом плане взаимодействия с официальной медициной нашей, какая есть риска с этой стороны, или какие они видят в этом риски, и вообще, как они это... Они очень благодарны, на самом деле. Мы с вами работаем регулярно с днями доноров, приходим в базу-плазмо-центры, в центры сдачи крови, например. Но говорят, вы знаете, наши услуги на сайте, конечно, пользуются, и они потом приходят за кровью чаще всего к нам. Но ваш сервис позволяет это сделать быстрее и привлечь большее количество людей. Например, я сама не являюсь донором. Но когда я вошла в эту систему, и я начала заниматься проектом, то мне тоже начались писать, когда я добавила в свое приложение, добавила в свою группу курок в ВКонтакте, мне раз в две недели регулярно пишут. Светлана, помогите, пожалуйста, нужна кровь первопрожительная группа. Вроде сам, если встает, но нужна. Я узнаю время, если я могу приехать, я приезжаю, конечно, хотя я не являюсь донором. Это, наверное, самый большой плюс-проект. То, что люди становятся, ну, скажем, не активными донорами, которые регулярно ходят раз в день, раз в день, раз в печенье, доходы, знаешь, края донором, а они просто, ваши соседи, друзья, просто знакомые, просто те люди, которым они все равно. И поэтому врачи, на самом деле, очень благодарны. Они говорят, представьте всех к нам. Они говорят, ну, не идут к вам люди, нужно прийти куда-то, в медцентр. Усложнение всей системы. А, вот еще, пожалуйста, вам даже хотят. У меня было вопрос. Ну, я думаю, начиная от Казани. Да, конечно. И, Веря, сколько человек из Казани, вот, от этих пяти тысяч? Какой вообще, как бы, охват у конкретного региона? А мы можем сейчас зайти в группу и сделать ютуб? Потому что это интересно. Это интересно. Какой-то, если есть образцовый показательный регион, то можно прокссировать его на всю Россию. И второй вопрос, следующий. Вы, благодарите, пожертвовать деньги? По-моему, человек дает. А что вы пойдете? Нет, нет, нет. В данном случае очень важна прозрачность. У вас зарегистрировано или там планируется сделать там что-то типа общественной организации или фонда, публиковать финансовые отчеты, финансовые деятельности. Потому что, например, у меня есть свободная идея, я могу пожертвовать. Но я не пожертвую организацию, которая... Или понятно кому? ...которая их черный ящик. Понятно, ну, мало ли, что с декларируем. Это должно быть понятно, понятно... Я не знаю, то есть доступность какая-то была, что можно было быть юридическими организацией. Например, что... Как вы, например, Петя объявляет. Нам надо, для наших денег есть, требуется какая-то сумма. На эти деньги мы сделаем то-то-то-то-то. Еще отличные планы, еще отличные публики, если отчет. Ну, тогда подвигать будем, а это проще. Спасибо. Если что... Да? Все эти организации с этим союзированы. Я все, с этого вопроса хочу начать. Какое у нас такое движение активистов, скажем, такое общество. На самом деле, я руководствую зарегистрированную организацию. Собственно, я работаю уже несколько лет. И я предлагала автору проекта, к сожалению, сейчас в Грездене, я представляю проект просто от нашей группы. Я предлагала его действовать на базе нашей организации, потому что если это лет опыт, то уже это тоже какое-то доверие называется ответственное. Пока этот вопрос решается, потому что проект хочет сделать на новую руку, только мы с помощью вас, либо как-то другие какие-то будут искать источники, как только мы собираемся регистрировать сайт и сделаем это. Ну, на самом деле, дом уже выкуплен, но нужно просто запустить этот сайт. Как только мы это сделаем, я думаю, что либо зарегистрируем в Юрлицу какое-то, либо будем действовать на базе имеющейся общественной организации. Наши, потому что у нас уже не зарегистрированы, и некоммерческая организация, и в Граганске все-таки есть. Мы об этом тоже думали и вчера, и обсуждались, поняла. И на первую вопросу я отвечу. Да, естественно, начинаем в ВКонтакте. Вот тут видно, да, сколько людей. 469 человек только из Казани. На самом деле, группа в ВКонтакте сколько человек. Да, есть люди из Астаны, которые подписывались из Казахстана, потому что в США. Действительно, то есть это действие проводок. У меня осталось 0 минут не показывать, и я вынуждена завершить. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ